Я включилась только для того, чтобы ответить на один комментарий, который мне оставили под видео. Ответы на вопросы. Спор у нас возник с этим человеком по поводу того, что я якобы сказала, что... Не якобы, я так и сказала. Я признаю, потому что я, в принципе, адекватный человек. И я слышу, я вижу, адекватно воспринимаю какую-то критику, если это всё в порядке разумного. Я сказала, да, что вас попытаются наколоть все. Опять же, все подразумевалось, не все абсолютно люди, а практически все, которым вы говорите, что вы из Украины. Украины. Многие, кому я говорила так, пытались мне втюхать какую-то фигню, и это не то, что мне этот человек написал. Рынки какие-то блошинные, там, чёрные и всё такое. Это не люди с улицы, это вот на работе люди, с которыми я работаю, пытаются мне втюхать какое-то дерьмо, которое мне не нужно. И ты вежливо просто говоришь нет, а человек не понимает. Я, опять же, предостерегаю людей от каких-то ошибок, от каких-то ошибочных шагов, и я считаю это правильно. И я высказываю своё мнение. Если, опять же, вы живёте здесь уже долго, либо вы приехали, у вас такого не было, либо вы знали уже заведомо об этом, это не значит, что все приезжают и всё, блин, знают сразу. Кстати, ник у этого молодого человека, Алексей Отравленный. Если ты меня смотришь, я отвечаю как раз-таки на твой вопрос, потому что я не хочу уже писать. Я пишу-пишу большие сообщения, а смысл и суть не доходят до вас. Поэтому я отвечаю уже в видео сообщении, и я надеюсь, что в этот раз дойдёт всё-таки моё послание до вас, что я не имела в виду всех абсолютно людей, которые живут в России. Я имела в виду тех людей, которым вы сообщаете, что вы из Украины, и которые пытаются сыграть на этом. Я, кстати, как раз сейчас сижу, жду, пока меня заберут. Да, кстати, я не рассказала, у меня отменили, вернее, я отменила бронь на Блаблакар, потому что девушка, с которой я ехала сюда, в Воронеж, это знакомая из Ступино, она едет обратно теперь в Ступино, и, в общем, мы с ней созвонились, потому что я не думала, что я буду так рано ехать. Получилось, что рабочие дни для регистрации, для выдачи регистрации четверг и суббота, поэтому я еду сегодня в пятницу, и завтра мне нужно уже идти в МФЦ. Она не знает Воронежа вообще, и поэтому это ещё одна проблема, как мне с ней встретиться. В общем, я думаю, всё будет нормально, и я доеду спокойно. Я перед дорогой хочу немножко почитать, мне должны позвонить, и тогда я уже буду выдвигаться, а пока буду читать, зависать в интернете, потому что я уже не знаю, что делать, я уже сняла всё постельное, перестирываю его до следующего раза, пока есть время, чтобы потом надеть чистенькое и спать на чистеньком. У нас, кстати, два дня назад была такая холодина, что я замёрзла до такой степени и думала, что заболею. Короче, я так перепугалась. Ну, болеть особо мне не хочется сейчас, поэтому я так и перепугалась. В общем, отпаивала себя бульончиком, чайком, и сейчас вот два дня такая жара. Я просто вот, ну, я не зря, наверное, купила купальник уже. Погода такая, что хочется уже на речку, на море куда-нибудь. Кстати, напишите, кто, куда собирается в отпуск, может быть, в какие тёплые страны, может быть, куда-то по России собираются, может быть, кто-то на дачу. Мне просто интересно, кто где будет проводить свой отпуск, выходные. Переезжай с Ваха. Переезжай. Это бы радость. Хорошо. О, привет. Я сейчас тащу, мне мешать нельзя, я 22 иду. Привет. А стол не накрыт. Что надо? Да. Знаешь, что мне напоминает? Оно очень сладенькое, вкусненькое. Мне напоминает очень безе. Да, да. Классняшка. Знаешь, что-то под чайочек утречком. Классно. Утречком. Сейчас сколько? 22.04. Утречком. Ну всё, я получила регистрацию. Капец там. Пришла, 5 секунд делов, но я пришла и никто ничего не знает там на ресепшене, что, куда, зачем. Десять раз к десяти окнам подходила, там тоже никто ничего не знает. Рядом с друг другом работают и никто ничего не знает, блин. Ну, главное, что уже всё получила, всё сделала. Свободу. Пешком пойдём, нам куда идти, в какую сторону? Снова морем. Давай. Чё мы вообще стоим? В клуб заворачивают, сейчас будут танцы устраивать. Чё за... Это какая-то чёрная месса. О-о-о-о-о-о-о! Офигенная у нас погодка Просто Сегодня прям шепчет Я еще в этих Кедах, магазинах Которые промокают Мы идем за цветами Завтра Идем на день рождения Ой И опять намокла А завтра будем одевать Спортивный курс С большим начесом Чтоб на даче не замерзнуть Да, мы завтра Кстати, на дачу, на природу едем О, все, пошли Блин, у меня реально Начинают ноги промокать Это не айс Айс, айс, бэби Надо резиновые покупать И на море Сегодня целый день идет дождь Целый день просто С самого утра Сколько можно Я как Приезжаю в Воронеж Там два или три дня дождь Потом приезжает Ступино Здесь тоже начинается дождь Да что ж такое Когда, блин, будет справедливость Ну, может быть, и созреет Если дожди прекратятся Давай быстро пробегаем Пока никто не едет Сейчас выберем цветочки Пойдем еще зайдем за Разливным пивом и рыбкой Ой, и будем вечер хорошо проводить Мы идем в магазин Но мы не знаем, работает он или нет А че бы не прогуляться Под дождем, под зонтиками Правильно? Правильно я говорю? Да, это будет защитить И оно закрыто, и цвета нет Да? Серьезно? Мы пришли, оказывается Ну, подергай хоть лучку Открыто! Открыто? Но цветочный там не работает Не работает? А цветочный куда? Туда? Нет, не работает Ааа Так, цветов Мы не нашли Так как Ааа Все закрыто Она распродала, поэтому и ушла Да Девушка распродала все и ушла Идем сейчас в другой магазин Завтра в 9 утра В 10 Перецы сюда Особенно так как ты сегодня проснулась Да? И к часу собралась Сейчас зайдем Рядом вот магазин есть Мы посмотрим Что там за цены Ой, лень какое тут Сидалище Сидалище Красота Теперь Да куда ты? Не капает же ничего Или капает? Все, купили открытку Купили букет Теперь за пивом За рыбой И домой Так Покажу Что мы брали Это Ксуша Салат Чука Две порции Потом Ксуши Ты брала Сет Да? Или ты Что брала? Сетунаги Сетунаги КФС На салат Зелень Укроп Петрушка Лук Взяли Квас Нести Для пива Вот так Это всякие Женские Штучки Так Взяли на салат Огурцы Так Здесь еще Перец У нас Два перца Вышло На 127 рублей Взяли Немножко Черешни На 204 рубля Вышло Вот это вот 360 грамм Так Дальше Взяли Вот такой Вот Детям Как это Называется Желе С вишней Самое Вкусное Мы только Его Едим Вот Сколько И Помидоры Мы К пиву Взяли Вот такую Рыбку Это Сом Потом Это Кстати А как Это Называется Рыба Которую Мы брали Вомер И Вторая Еще Да Нет В общем Вот это Я не знаю Как называется Маленькая Рыбка И Вомер Две штучки Мы взяли И взяли Вот такую Вкусняшку Попробовать Это Граб Что Это В общем Язык Можно сломать С грейпфрутом Попробовать Мы любим Такое Сладенькое Потом Вот такой Вот С вишней Ну И Все Субтитры Субтитры Продолжение следует...